Сказка. Волк и семеро козлят. Жила-была коза с козлятами. Уходила коза в лес, есть траву шелковую, пить воду студеную. Как только уйдет, козлятки запрут избушку и сами никуда не выходят. Воротится коза, постучится в дверь и запоет. Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь, ваша мать пришла, молока принесла. Бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка во сыру землю. Козлятки отопрут дверь и впустят мать. Она их покормит, напоит и опять уйдет в лес. А козлята запрутся крепко-накрепко. Однажды волк подслушал, как поет коза. Вот раз коза ушла, волк побежал к избушке и закричал толстым голосом. Вы, детушки, вы, козлятушки, отопритесь, отворитесь. Ваша мать пришла, молока принесла, полны копытцы водицы. Козлята ему отвечают. Слышим, слышим. Да не матушкин это голосок. Наша матушка поет тоненьким голосом и не так причитает. Волку делать нечего. Пошел он в кузницу и велел себе горло перековать, чтоб петь тоненьким голосом. Кузнец ему горло перековал. Волк опять побежал к избушке и спрятался за куст. Вот приходит коза и стучится. Ребятушки, козлятушки, отопритесь, отворитесь. Ваша мать пришла, молока принесла. Межит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка во сырую землю. Козлята впустили мать и давай рассказывать, как приходил волк и хотел их съесть. Коза накормила, напоила козлят и строго-строго наказала. Кто придет к избушечке, станет проситься толстым голосом, да не переберет всего, что я вам причитываю, дверь не отворяйте, никого не впускайте. Только ушла коза, волк опять шасть к избушке, постучался и начал причитывать тонюсеньким голосом. Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь, ваша мать пришла, молока принесла, бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка во сырую землю. Козлята отворили дверь. Волк кинулся в избу и всех козлят съел. Только один козленочек схоронился в печке. Приходит коза, сколько ни звала, ни причитывала, никто ей не отвечает. Видит, дверь отворена. Вбежала в избушку, там нет никого. Заглянула в печь и нашла одного козленочка. Как узнала коза о своей беде, как села она на лавку, начала горевать и горько плакать. Ох вы, детушки мои, козлятушки, на что отпирались, отворялись, злому волку доставались. Услыхал это волк, входит в избушку и говорит козе. — Что ты на меня грешишь, кума? Не я твоих козлят съел. Полно горевать. Пойдем лучше в лес, погуляем. Пошли они в лес, а в лесу была яма, а в яме костер горел. Коза и говорит волку. — Давай, волк, попробуем, кто перепрыгнет через яму. Стали они прыгать. Коза перепрыгнула, а волк прыгнул, да и ввалился в горячую яму. Брюхо у него от огня лопнуло. Козлята оттуда выскочили, все живые. Да прыг к матери. И стали они жить-поживать по-прежнему.